Переведено и озвучено каналом Али-Атисам. Вначале я обозначу, оптимист ли я. Нет, я не оптимист, потому что оптимист считает, что скорее всего наступит победа и избавление от беды. Я же убежден в победе и избавлении. Убежденность стоит выше обычного оптимизма. Поэтому я считаю своей обязанностью обрадовать нашу уму словами пророка саллиллаху алейхи вассалям из достоверного хадиса. Обрадуй эту умму облегчением, величием, возвышением религии, обладанием силой в городах и победой от Аллаха. Мы умма, которая получила эту благую весть. Но давайте посмотрим, что сказал пророк саллиллаху алейхи вассалям сразу же после этих слов. Тому из них, кто совершит деяния, предназначенные для Ахира, будущей жизни, с намерением извлечь пользу в Дунии, не будет доли в Ахира. То есть любое дело он должен делать искренне ради лика Всевышнего Аллаха, стремясь к Ахира. Так должны ли мы сказать, что победы и помощи от Аллаха не будет, пока дела всех мусульман не исправятся? Это было одно из главных возражений братьев после моего предыдущего видео. Проанализируй для них ситуацию Дувейри. Некоторые из них сказали, «Ты словно продвигаешь идею о том, что праведность индивидуума ведет к праведности общества». Но история показала нам, что эта теория неверна. И как же ты можешь ожидать от людей в целом, что они станут праведными, когда все образование, СМИ, сила и закон находятся в руках людей, которые не чтят величие Аллаха и более того являются мечами, которым предоставлена власть над шеями мусульман. Народы не смогут измениться коренным образом до тех пор, пока бразды правления не окажутся у искренних людей. Мы скажем этим уважаемым братьям. Конечно же, у нас нет такого детского неполноценного представления, что если люди в целом станут праведными, то прослойка власти имущих спокойно спадет, так, как сходит кожа у больного, чтобы на ее месте выросла здоровая кожа. Просто так, без толкания друг друга и без жертв. Мы не настолько наивны, чтобы представлять себе, как люди, имеющие власть над мусульманами, увидев, что мусульманские народы исправляются, добровольно выполняют желания этих народов и в одночасье эмоционально объявят о своем покаянии. Мы не сомневаемся в том, что Аллах уберегает от зла посредством правителя от того, от чего не уберегает посредством Корана. Мы полностью осознаем, насколько важна власть, для того, чтобы народ в целом начал меняться к лучшему. Но тот, кто говорит о том, что власть обязательно должна быть в руках заслуживающих доверия людей, на самом деле, с точки зрения любого здравомыслящего человека, не сказал ничего нового. Это новый старый вопрос, по которому разногласят мыслители и группы, как ислам может вернуться в реальную жизнь, как сделать так, чтобы власть была исламской. Мы полностью понимаем важность власти, и призыв людей к исправлению самих себя нельзя заменить на усилия по распространению исламской власти в мусульманских странах. Более того, мы призываем самих себя и людей к тому, чтобы они сами были праведными и исправляли других, поскольку это подготавливает их к следующей стадии, которая содержит в себе передачу власти доверенным людям. Им можно предположить, что эта стадия будет полна боли, жертв, терпения, и в ней устоит только тот, кто следовал словам нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Стремись узнать Аллаха в благоденствии, и он узнает тебя в беде. То есть, если люди не придерживались того, что могли, и в чем не требуется большая жертвенность, то как можно думать, что они выстоят в сокрушительных смутах? Всевышний Аллах сказал, «Те из вас, которые повернули назад в тот день, когда встретились два войска при Ухуде, шайтан заставил их поскользнуться по причине некоторых их поступков. Люди отличаются друг от друга в том, как и какими путями к ним может прийти облегчение. Когда мы требуем от них исправить себя, мы напоминаем им о словах Всевышнего Аллаха, о тех, которые сражаются ради нас, мы непременно поведем нашими путями. Мы скажем людям, что мы должны сражаться с нашими страстями, с запретными желаниями, с нашей ленью, и также нам следует бороться с ложью и ее приверженцами так, как мы можем, чтобы Аллах привел нас к победному пути. Аллах увеличивает приверженность прямому пути тех, кто следует прямым путем. Есть огромная разница между такими заявлениями и другими, в которых говорится, «О, люди, если вы сами себя исправите, ваши правители тоже автоматически исправятся». Большая разница между заявлениями, которые одурманивают и уводят от противостояния лжи и ее приверженцам, и говорят тебе, «Займись своими личными грехами», и другими заявлениями, которые говорят, «Одни из главных дел, которые приведут к твоей праведности, чтобы ты порицал порицаемое, говорил слова истины в лицо беззаконников, распространяющих нечестие, и нес ответственность за последствия, каждый в зависимости от своих возможностей». Сопротивление несправедливости – это один из обязательных видов поклонения. Отказ от сопротивления несправедливости – один из худших видов грехов и нечестия. В то же время, связывать помощь от Аллаха с исправлением всех людей тоже неправильно. Это расстраивает верующего, который начинает думать, что он должен исправлять свою душу, жертвовать собой, отвечать за последствия, и при этом, он практически никогда не сможет увидеть следы всего этого в мирской жизни, потому что изменения связаны с непостижимым или сложно осуществимым условием. И это – праведность всех мусульман или абсолютного большинства. И это совсем не мудро требовать от людей, чтобы они приняли эту идею, поскольку она просит от них высоких степеней веры, которых не достигнет большинство людей. И сама по себе эта идея неправильная. Напротив, у нас всегда должна оставаться надежда на избавление и победу. И в Коране, в истории валюта и других, нам приходят благие вести о том, что это возможно. Вопрос не стоит как «все или ничего», или «общая победа для всех мусульман», или «никакой победы никому». Нет, Аллах подготавливает причины победы для одной группы мусульман и дает им ограниченную победу, которая оживит других представителей этой уммы. И они вступят в испытания, которые очистят их, воспитают, помогут исправить их положение. Из бывших грешников выйдут образцы геройства и жертвенности. Жизнь постепенно вернется к этому исламскому бунту, и он вновь восстанет. И то, что мусульмане достигнут общего коллективного состояния и общего коллективного мнения, вполне ощутимое и реальное дело. И коллективный бойкот, который произошел во многих обществах, доказывает нам, что это вполне вероятно. Поэтому неправильно внушать мусульманам, что победа далека от них на столько-то и столько-то лет, на столько-то поколений. Нет, мы всегда должны представлять себе слова «Помощь от Аллаха близка», но именно мы приближаемся к ней или удаляемся от нее. Наш Господь, который добр, кому пожелает, может подготовить для нас причины, которые возвысят запал и решимость уммы, приближая ее к победе. Не требуется, чтобы вся умма вела джихад, но она должна поддерживать джихад и тех, кто его ведет. Для общества эти люди должны стать неотделимой частью, так же, как кровь и воздух, которые питают тело. Общество не должно относиться к ним, как к народному телу. В то же время мы не должны полагаться на то, что какие-то этапы будут пропущены, и мы достигнем победы в то время, как положение мусульман остается крайне далеким от того, чтобы заслужить победу. Мать верующих, Зейн, Абдабудет доволен ею Аллах, сказала, «О посланник Аллаха, неужели мы погибнем, несмотря на то, что среди нас будут праведники?» Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ответил, «Да, если пороки умножатся. Нужно, чтобы верующим двигали параллельные порывы, ожидание награды вахира, желание внести свой вклад в величие ислама, даже если это произойдет после его смерти, а также надежда на то, что еще при своей жизни он увидит то, что его обрадует. И в то же время, страх последствий собственной беспечности и упущений в исправлении своей души. Все это побуждает его обновить свой запал и энергию каждый раз, как она ослабевает. Одну и ту же фразу ты можешь услышать в двух абсолютно разных контекстах. И в одном из них это будет истина, под которой подразумевается истина, а в другом истина, под которой подразумевается ложь. Когда ты слышишь слова, если вы хотите получить помощь от Аллаха о мусульмане, вам нужно подчиниться Аллаху, очищать душу и отдаляться от грехов, когда ты слышишь эти слова в контексте обращения, в котором лицемерят перед преступниками или отбивают у людей охоту противостоять несправедливости и порицать порицаемое, то такие слова призваны усыпить людей и перенаправить их энергию в разрешенные кафирами и лицемерами рамки. В то же время, когда ты слышишь это в контексте порицания порицаемого и пояснения того, насколько важно, чтобы власть была исламской, то это будут слова истины и часть полной системы. Первая постановка вопроса уводит тебя от битвы под предлогом того, что надо заняться своими делами, в то время как вторая постановка готовит тебя к битве посредством очищения души, поклонения, занятия и привязанности ко Всевышнему Аллаху. В этом, втором случае, мусульманам говорится, защищайтесь от лжи и в то же время повинуйтесь своему Господу, чтобы Он укрепил вас в этой защите, потому что у нее есть свои издержки. Хорошо, то есть сейчас мы должны оставить помощь нашим братьям в Газе, дуа за них, призыв к бойкоту и вместо этого заняться исправлением своих душ? Ни в коем случае. Когда ты сейчас помогаешь своим братьям, всем, чем можешь, это одна из главных вещей, которые помогут тебе исправить свою душу, а отказ от помощи им грех, который может оказаться больше, чем многие другие грехи, которые ты совершаешь. Даже если у тебя есть большие грехи, продолжай помогать им всеми возможными способами, надеясь на то, что посредством этого Аллах наставит тебя к исправлению своей души и изберет тебя для помощи его религии. Продолжай бояться за своих братьев в Газе и строй на этом свои дальнейшие действия. Если мы говорим проанализируя ситуацию Дуэйри, но не для нас, а для них, потому что мы нуждаемся в делах, а не во вселении надежды, то эти слова призваны разъяснить всю чувствительность стадии, которую мы сейчас переживаем, и грядущей стадии, и направить нашу энергию к подготовке этой новой стадии, а не к тому, чтобы погрязнуть в аналитике в качестве обычных зрителей. Видимо, следующая стадия будет очень сложной и затруднительной, братья. В безопасности в ней окажется только тот, кому Аллах дарует безопасность. Значит ли это, что мы должны бояться наших врагов? Конечно нет. Они слишком унижены и жалки, чтобы их бояться. Мы боимся, что Аллах не будет с нами, когда те враги обретут над нами власть, а мы не сможем это вытерпеть. Мы говорим эти слова, чтобы быть под защитой Аллаха в подчинении Ему. И если вы будете терпеливы и богобоязнены, то их козни не причинят вам никакого вреда. Воистину, Аллах объемлет все, что они совершают. Мы говорим эти слова, чтобы окончательно перестать верить в то, что существует какая-то безопасность вдали от Аллаха, и чтобы ощутить безопасность в соответствии с тем, как мы подчиняемся Аллаху и защищаемся от лжи и ее приверженцев. Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности и они следуют прямым путем. Но в остальном все каферы и лицемеры, которые сражаются с религией, слишком слабые и жалкие, чтобы их бояться. Всевышний Аллах сказал, это всего лишь шайтан пугает вас своими помощниками, то есть он запугивает верующих людей своими помощниками. Не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы являетесь верующими. От нас не требуется бояться их, требуется проснуться и осознать, что у нас военное положение и что в опасности не только одна газа, но и все мусульмане в целом. И изменения и исправления в нашей жизни будут происходить соразмерно с событиями в мире. Сейчас мы находимся на стадии, когда нужно перейти от мышления зрителя и наблюдателя к мышлению того, кто сам видит, что делает, оказывает влияние на события и ко всему готов. Перейти от мышления человека, который колеблется, принимая какие-то решения, к мышлению человека серьезного, решительного и быстрого. Это критическая стадия. Каким бы ни был результат битвы в Газе, если Газа победит, мы просим Аллаха об этом, то откуда тебе знать, какие беды начнутся у мусульман в других странах? Можно предположить, что мировая система и ее прихвостни постараются помешать мусульманам насладиться победой и устремиться к собственному освобождению, подобно Газе. Особенно, если учесть, что неверие уже сняло маску со своего безобразного лица и перешло к стадии явного и открытого противостояния. Вопрос здесь в том, готовы ли мы к этой стадии, подготовились ли мы к ней, и если битва в Газе закончится не так, как мы надеемся, не дай Аллах, то готовы ли мы к тому, что будет после этого? Или же многие люди, оказывающие влияние и подверженные влиянию, переживают сейчас состояние гипертрофированной надежды и игнорируют законы Аллаха на земле, в результате чего сами могут подвергнуться проблемам с верой, если случится то, чего мы так не хотим. Тогда им самим понадобится тот, кто будет укреплять их в вере, и речи не будет о том, чтобы они сами кого-то укрепляли. Братья мои, необходимо прямо сейчас заняться напоминанием людям о том, что битва в Газе – это один из раундов битвы между истиной и ложью, и что прилив веры в теле уммы – это победа, которую нужно проделывать, и ее исход не связан с исходом военного противостояния в Газе и его результатов. Начиная с этого момента, нужно работать над тем, чтобы понимать причины слабости, которые помешали нам, полноценно помочь Газе, узнать, как избавиться от этого, чтобы победить в следующем раунде, и при этом ни в коем случае не переставать помогать нашим братьям в Газе. Готовы ли простые мусульмане, которые переживают за Газу и тратят часы на то, чтобы прослушать чью-то аналитику и заявление? Готовы ли они потратить десятую часть этого времени на подготовку к следующему уровню? Далее. Если враги и их прихвостни и звероотступников и лицемеров смогут создать раскол внутри общества Газы и лишить муджахидов народной поддержки, или проделать какую-нибудь вероломную политическую аферу, которая навредит им в Дунии и Ахира, и мы просим Аллаха отдалить все это от них и обратить козни врагов на их же шеи, но, все-таки, готовы ли мы к такому исходу, зная, что наша помощь Газе это прежде всего помощь ради религии, а не ради каких-то определенных людей? Если кто-то собьется с истины, в чем бы это ни выражалось? Его грех падет на него, и это не должно повлиять на то, чтобы мы дальше помогали религии, как можем. Готовы ли мы к любым таким вероятностям? Знаете ли вы, братья мои, чем отличаются от нас наши враги? Они готовятся и поступают решительно, чтобы быстро оправиться от любого бедствия, которое постигает их. Имам Муслим привел хадис от Аль-Мустауриды ибн Шаддада, да будет доволен им Аллах, в котором он сказал, «Я слышал, как посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи ва саллим, говорил, судный час наступит, когда румы будут среди людей в большинстве. Амру ибн Аль-Ас сказал ему, думай, что говоришь». Он сказал, «Я лишь повторяю то, что услышал от посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи ва саллим. Амр сказал, «И если ты это говоришь, то знай, что их отличают четыре качества». Сейчас Амру ибн Аль-Ас, да будет доволен им Аллах, перечислит качества, которые приносят румам победу и многочисленность. Он говорит, «Из всех людей они проявляют наибольшую рассудительность во время фитны. Быстрее других оправляются после бедствия, быстрее других переходят в наступление после бегства и лучше других относятся к неимущим, сиротам и слабым». Кроме того, их будет отличать, их пятая хорошая особенность, они окажутся наиболее защищенными от несправедливости своих царей. Они проявляют наибольшую рассудительность во время фитны, то есть они будут включать разум и стойкость, когда происходят какие-либо фитны. Они быстрее других оправляются после бедствия, то есть они быстро оправляются от бедствий, которые их постигают. Они быстрее других переходят в наступление после бегства, то есть они быстрее других возвращаются к сражению со своими врагами после поражения. Лучше других относятся к беднякам, сиротам и слабым. У них есть социальная солидарность. Они защищены от несправедливости своих царей, то есть не молчат перед своими правителями, когда те творят несправедливость. Кто-то может сказать, что не все эти качества представлены сейчас в европейских или американских обществах. Как бы то ни было, это сообщение от Амру ибнуль-Аса описывает факторы силы у румов, которые жили в его время и которые повлияют на то, что румы будут такими многочисленными вплоть до наступления судного часа. И некоторые из этих факторов могут усиливаться или ослабляться, отсутствовать или присутствовать в разное время. И нам нужно самим вооружиться этими факторами силы, быть стойкими и рассудительными во время смут, быстро восстанавливаться после бедствий, быстро нападать после бегства и поражения, проявлять между собой милосердие и сопротивляться несправедливости правителей. Братья мои, эта тема не об удерживании и пессимизме, а о перенаправлении нашей энергии. Уже сейчас начинай думать, что ты будешь делать не только для того, чтобы спасти людей газы, но и чтобы спасти свою душу и уму. Ты являешься мишенью в полном смысле этого слова. Когда ты оцениваешь какое-либо дело, не исходи из того, сможет ли оно помочь конкретно людям газы в краткосрочной перспективе. Нет. Также подумай о том, спасет ли оно тебя и твою уму в дальнейшем. Эта битва растянута во времени и месте. Те, кто говорит о том, что нужно просто подчиняться Аллаху и избегать грехов, то есть, если все мы будем соблюдать религию, то все, газа победит. Друг мой, есть опасение, что именно ты поддашься фитне и впадешь в куфр на следующей стадии, и тогда страх за тебя будет больше, чем за жителей газы. Фитна хуже, чем убийство. Наш пророк, саллиаллаху алейхи вассалям, сказал, спешите совершать праведные дела, спешите совершать праведные дела, ибо настанет время испытаний, подобных частям темной ночи, когда утром человек будет верующим, а вечером станет кафером, и когда вечером он будет верующим, а утром кафером, продающим религию за мирские блага. Спешите совершать праведные дела, то есть, поторопитесь, соберите все, что можете и сдел, потому что дальше к вам придут фитны, которые сотрут веру, иман, тех, кто не спешил к ним готовиться. Вернемся к началу. Нужно быть не оптимистами, а возрадоваться и иметь полную убежденность в том, что эта умма победит, но не с мышлением зрителя, который ждет чью-то аналитику, а с мышлением человека, который сам делает что-то серьезно, терпеливо и последовательно. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Субтитры создавал DimaTorzok